Ну любительский лов это гражданин производит лов в спортивных интересах, без права всякой там реализации и продажи, для употребления в пищу или там отпустил. А промышленное рыболовство это уже рыболовство такое, которое уже определяет объем, видовой состав, сроки, периоды, какие разрешается им производить промысел, и они могут эту рыбу реализовывать, сдавать, продавать. Вот в чем одно отличие только, что у них рыба продается там, которую вы видите на наших рынках и на торговых точках. Ну для любительского рыболовства, если используется сетное орудие лова, для любительского рыболовства, значит есть отведенные участки для этого рыболовства. И выдается путевка на вылов сетными орудие лова, состава, например, особо ценного, на того же сетра можно его вылавливать, производить лов. Потом можно и другие виды там, чир, омуль, тоже можно использовать сетные орудие лова для любительского спортивного рыболовства. У них получается там со сроком, срок устанавливается 10 дней. Любительское рыболовство, значит существует промышленное рыболовство, и периоды запрета практически везде разные, но есть. Для любительского рыболовства, значит у нас запретные периоды, это период месячника, это осенне-весенне-летние, осенне-зимние периоды. Весенний запрет у нас идет на любительское спортивное рыболовство с 15 мая по 15 июня. Это средняя полоса, я имею ввиду город Якутск, значит район, вверх у нас идет вплоть до Ленска, Вилюйская часть тоже предусматривается, Алдан предусматривает тоже такой же срок. Ну на удочку у нас вроде бы нет ограничений, лишь бы соблюдали те нормы, которые предусматриваются для крючковых настей. Ну, значит, разрешаются спиннингами летних и зимних кудочек всех систем и именований. В общем, количество крючков, в том числе крючки с блеснами, не более 10 штук у гражданина. Также можно одновременно использовать жерлицы, кружки, кружки у нас и жерлицы, не более 10 штук у каждого вида, то бишь у каждого гражданина. В зимний период якутским каюром с очком, люди, кто рыбачит, знают, что такое якутский каюр. Значит, корчаги морды не более трех штук у гражданина. Закидушка длиной не более до 50 метров, не не более, до 50 метров с колечком крючков не более трех. Так, кораблики только на горных и речных участках оснащены не более чем пяти крючками и не более одной штуки у гражданина. Перемет для добычи вылова налима только в зимний период. Разрешается, значит, оснащенный не более чем 10 крючков и одной штуки у гражданина. Это в зимний период имеется в виду, только в зимний. Ну, подводная охота, специальные пистолеты и оружие для подводной охоты. Подводная охота вроде бы у нас возвращена, но без использования акваланга. Ну, во время нереста, значит, у нас запрещается в период, значит, производить лов. Так, согласно у нас пункта 36-го запрещается добыча вылов таймения, ленка и харюса в реках, притоках, всех порядках озер республики Саха-Якутия. И также расписано у нас по районам. Например, северные районы у нас 25-е по 25-е июня, и Якутик у нас 20-го мая по 20-е июля производить запрет. На добычу вывода таймения, ленка и харюса. Это на спине? Независимо, на какое орудие лова. Ну, у нас, как обычно, люди понимают, что сетные орудие лова разжимаются и все. Значит, для особо ценного вида, к которому относится у нас сибирский осетр, независимо, на какой вид вы будете рыбачить, должна приобретаться в любом случае путевка, которая дает право уловить особо ценный вид. Она также 10 дней действует. Граждане должны это в обязательном порядке учитывать. Особо ценный вид. Тем более, размер штрафа очень большой, 8350. Независимо от размера, лучше приобрести путевочку и, как говорится, рыбачить себе спокойной душой. По длине у нас установлена длина. Промысловый размер водных биоресурсов для обслуживания любительского и спортивного рыболовства. Значит, я называю вид и допустимый размер в сантиметрах. Значит, ленок должен быть не менее 31 сантиметра. Муксун 50 сантиметров должен быть. Нельма для любительского 62 сантиметра. Значит, омуль арктический 40. Ну, омуль у нас поднимается, все прекрасно знают, все его прекрасно, когда он поднимается на нерест, все это знают и производят лов. Ну, соответственно, до месячника или после месячника. Значит, сибирский осетр 62. У него подведена норма как к промысловому, так и к любительскому. Раньше было 50 сантиметров. Сейчас любительский размер для любителей 62. Значит, ряпушка не менее 26 сантиметров. Сиг в реке Лени, Аннабаре, Амалой и других в реках, впадающих в море, в Восточно-Сибирское море и в море Лаптевых. Подусматривать у нас 28. Значит, таймень должен быть не менее 64 сантиметров. Чир в бассейне реки Лена, Аннабаре, Аннабаре, Амалой и других в море, впадающих в море Лаптевых, 41 сантиметр. И чир в прочих водных объектах различных значений 43. Ну и, соответственно, есть пункт, который прямо так и говорит, запрещается добыча вылов водных бересушев, имеющих длину, менее указанных в таблице 3, что я и прочитал сейчас. Ну, рыбакам Якутии всегда желаю удачного отдыха, удачной поклевки, то бишь на зимний период, в летний период, хорошей рыбалки на спиннинг. Ну, беречь надо нашу природу. Хотелось бы, чтобы больше рыбаков делали по принципу «поймал и отпустил». Следующее поколение тоже должны увидеть нашу прекрасную, ту же щуку, ту же омуля, того же осетра нашего симбирского маленького, красивого такого.